Конституционный суд Испании запретил каталонскому парламенту проводить назначенное на понедельник заседание. На нем президент Каталонии Карлос Пуч Демон обещает в одностороннем порядке объявить о независимости региона. Власти Бангладеша уничтожают лодки, на которых беженцев Рахинжа переправляют в страну из Мьянмы. По мнению полиции, бегущих от военного конфликта людей используют наркоторговцы для переправки в Бангладеш метамфетамина. Мощный шторм Ксавьер прокатился по Германии. Погибло шесть человек. Есть пострадавшие. Между некоторыми крупными городами приостановлено железнодорожное сообщение. Людей просят не покидать дома. Шведская Королевская Академия объявила лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стал британец с японскими корнями. Испания пытается не допустить того, чтобы Каталония в одностороннем порядке объявила о независимости. В четверг Конституционный суд в Мадриде запретил каталонскому парламенту проводить намеченное на 9 октября заседание. На отделение. Пока неизвестно, выполнит ли парламент этот запрет. Ранее 1 октября в Каталонии прошёл референдум о независимости, также вопреки запрету со стороны Конституционного суда Испании. В регионе продолжаются протесты сторонников независимости. Волну негодования усилили действия испанской полиции в день референдума. Стражи порядка пытались не допустить людей на пункт голосования. В ходе стычек они применяли дубинки и резиновые пули. Пострадало около 900 человек. «Это один из многих шагов, которые предпринимают власти Испании. Они постоянно нам угрожают. Мы к этому уже почти привыкли. Не могу представить, что полиция будет арестовывать политиков в парламенте». Явка на референдуме составила только 42%. Это означает, что многие не поддерживают отделение. «Думаю, решение суда правильное. Каталония принимает решение в одностороннем порядке. Так что надо было что-то сделать, чтобы помешать этому намерению в понедельник». Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал правительство Каталонии отказаться от объявления о независимости. Ранее Еврокомиссия заявила, что референдум был незаконным и что Каталония не может автоматически стать частью ЕС. Кроме того, король Испании сказал, что сторонники независимости региона нарушили Конституцию, проведя референдум. На фоне усиления кризиса два крупных испанских банка решили перенести свои главные офисы из Каталонии в другие части Испании. 6 октября в Австралии завершается оружейная амнистия, которую объявляли на три месяца. За это время австралийцы добровольно сдали властям около 51 тысячи единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Это примерно пятая часть всего нелегального оружия в стране. Подобную амнистию провели в стране впервые за 20 лет. «Каждая из этой 51 тысячи единиц оружия могла пойти в ход, могла быть использована в преступлении, в котором могли быть убиты австралийцы. Но теперь этого не произойдёт. Это оружие собрали и уничтожат. Всё это теперь не на улицах и никому не навредит». В Австралии действуют строгие законы в отношении владения оружием. Их ввели после массового убийства в Тасманском порт-Артуре в 1996 году, когда мужчина расстрелял из автомата 35 посетителей кафе. С тех пор подобного в стране больше не происходило, да и в целом преступлений с использованием огнестрельного оружия здесь стало меньше. Просто так ружья, винтовки и пистолеты австралийцам теперь не купить, нужно получать разрешение. И самооборона для выдачи такого разрешения больше не считается причиной. Запрещено также и ношение оружия. «Все мы знаем о шокирующей трагедии в Лас-Вегасе. У убийцы была целая коллекция полуавтоматического оружия. В Австралии человек в его положении просто не смог бы такую собрать. Для этого у нас и действуют строгие законы контроля над оружием». В рамках амнистии австралийцы сдавали по более 500 единиц оружия в день. Сообщается, что принесли даже винтовки и автоматы времён обеих мировых войн и револьвер позапрошлого века. Южное побережье Бангладеш. Ещё недавно на этих лодках сюда прибывали сотни беженцев Рахинджа из Мьянмы. Однако пограничники все плавсредства решили уничтожить. По мнению бангладешских властей, массовым бегством людей воспользовались наркоторговцы. Поскольку лодки с беженцами не досматривают, в них из Мьянмы в Бангладеш доставляют метамфетамин. Местный рыбак говорит, что пограничники прибегают к помощи местных жителей. «Прошлой ночью Рахинджа приплыли на лодках, а бангладешские пограничники остановили их и приказали бангладешским рыбакам уничтожить лодки». Сами Рахинджа утверждают, что пограничники их избивают. «Когда я прибыл в Бангладеш из Мьянмы на лодке, бангладешские пограничники поймали меня и начали бить палками. Они также сделали дыру в лодке. Когда мы ночью приплыли в Бангладеш, пограничники пришли с фонарями и сделали дыры в каждой лодке». По данным властей Бангладеш, с 2011 по 2016 годы метамфетамин в стране стали изымать в десятки раз чаще, чем раньше. Это связывает с притоком в страну беженцев Рахинджа. Кроме того, военные говорят, что перевозчики часто пользуются бедственным положением Рахинджа. За одну поездку могут брать более 120 долларов США с человека. Это непомерная сумма для народа, который живёт за чертой бедности. С конца лета из Мьянмы в Бангладеш бежало уже около полумиллиона мусульман Рахинджа. Они спасаются от военной операции мьянманских властей. Её развернули против радикальных боевиков Рахинджа, которые в конце августа совершили ряд атак на военных. Рахинджа – народ, у которого нет родной страны. Ни Мьянма, они Бангладеш не выдают им гражданство, считая нелегальными беженцами. На Германию обрушился мощный шторм Ксавьер. Погибло по меньшей мере шесть человек. Одна из трагедий произошла в Гамбурге. На автомобиль упало дерево, внутри находились две женщины. Одна погибла, вторая получила тяжёлые травмы. Команду спасателей вызвали проезжавшие мимо люди. «Мне едва удалось приблизиться к водителю. Я увидел, что она ещё в сознании. Потом вызвал полицию и пожарных. Всё остальное сделали специалисты». «Понадобилось почти 45 минут, чтобы извлечь человека настолько осторожно, насколько это возможно. Нужно было постараться, чтобы не задеть пострадавшую». Ещё четыре человека, также находившиеся в автомобилях, погибли в федеральной земле Бранденбург. Один водитель погиб в земле Мекленбург – Переднее Померание. Из-за разгула стихии метеорологическая служба объявила третий уровень опасности. Предупреждение действует от побережья Северного моря до Саксонии. Людей просят не выходить из домов. Железнодорожная компания Deutsche Bahn отменила некоторые рейсы. В Гамбурге многие пассажиры не могут никуда уехать. «Я в неведенье. Мы хотели поехать на Зильт, но всё замерло». Подобная ситуация и в Берлине. «Мы хотели поехать во Франкфурт. И теперь стоим здесь с двумя маленькими детьми в недоумении. Нам только сообщили об отмене поезда. Никакой другой информации нет. Теперь мы просто надеемся, что нам помогут». Железнодорожное сообщение приостановлено между Ганновером и Гамбургом, Ганновером и Берлином, Дортмундом и Гамбургом. Когда движение поездов будет восстановлено, пока неизвестно. Тем временем в Берлине после шторма начали спиливать повреждённые и представляющие опасность деревья. Синоптики прогнозируют, что погода ухудшится по всей Европе. Шторм может добраться и до России. На острове Пуэрто-Рико в Карибском море продолжается восстановление после урагана Мария. Многие районы остаются без электричества. Но один владелец теплиц уже возобновил работу. Всё благодаря его инвестициям в солнечную энергию. Эктор Сантьяго установил 244 солнечных панели шесть лет назад. Потратил на это 300 тысяч долларов. В результате бедствия почти вся система энергоснабжения острова была нарушена. А источник электричества Сантьяго сохранился. Говорит, до урагана люди не понимали, зачем он инвестировал такую большую сумму в солнечные панели. «Они говорили, ты с ума сошёл. Почему ты тратишь на это столько денег?» Но после урагана пятой категории Эктор смог быстро восстановить работу, хотя его теплицы тоже сильно пострадали. Сейчас солнечной энергии хватает на работу двух водных насосов. Предприниматель продаёт декоративные цветы. Уверен, что после нашествия стихии интерес к зелёным технологиям будет расти. «В последние годы правительство уделяет этому много внимания. Многие общественные учреждения используют солнечную энергию». Это подтверждают и местные производители солнечных батарей. По их прогнозу, спрос с каждым годом будет увеличиваться на 20%. Конечно, четверть солнечных батарей на ферме Экторы тоже пострадали от летающего мусора во время урагана. Но, по крайней мере, ему не приходилось волноваться о падении деревьев на электропровода. Британец японского происхождения Кадзуо Исигура стал обладателем Нобелевской премии по литературе 2017 года. «Нобелевская премия по литературе 2017 присуждается английскому писателю Кадзуо Исигура, который в романах, обладающих большой эмоциональной силой, раскрыл пропасть, лежащую под нашей иллюзорной связью с миром». Исигура родился в японском городе Нагасаки. В Великобританию его семья эмигрировала, когда ему было шесть лет. Самые известные его романы «Остаток дня» и «Не отпускай меня». По книгам сняты одноимённые фильмы. За остаток дня Исигура получил букеровскую премию. А «Не отпуская меня» попал в список 100 лучших англоязычных романов 20-го и 21-го столетия по версии журнала Time. Произведения Исигура переведены более чем на 30 языков мира, включая русский. Нобелевская неделя началась с объявления лауреатов премии по физиологии и медицине. Премия досталась американским учёным Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, которые контролируют биологические часы. Учёные помогли объяснить процессы, которые происходят в организме при нарушении суточного биоритма. Они также пришли к выводу, что человеческий организм действует согласованно со сменой дня и ночи благодаря специальным генам. В области физики лауреатами стали тоже американские учёные – Райнер Вайс, Барри Бериш и Кип Торн. Их наградили за экспериментальное открытие гравитационных волн при помощи ЛИГА – лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории в США. Сигнал исходил от слияния двух чёрных дыр. Наконец, Нобелевскую премию по химии разделят швейцарец Жак Дюбаше, американец Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон. Учёных удостоили награды за разработку криоэлектронной микроскопии высокого разрешения. Она позволяет лучше рассмотреть биомолекулы. Нобелевские премии ежегодно присуждает Шведская Королевская академия наук в Стокгольме. Награждение по традиции состоится 10 декабря, в день смерти основателя премии, шведского химика Альфреда Нобеля. Отрывок одного из спектаклей Национального театра в Лондоне. На сцене всё как обычно, но в зале все зрители в особых очках. Это новая технология, которая позволяет глухим и людям с нарушениями слуха видеть субтитры виртуальной реальности. Один из волонтёров, испытывающих новую технологию, говорит, что раньше в театре ей приходилось терпеть некоторые неудобства. Например, прочитать по губам не всегда представляется возможным, а иногда мешают посторонние шумы. «Часто, когда на мне слуховой аппарат, то мешают фоновые звуки. В зале должна быть гробовая тишина, чтобы я что-то услышала. Если человек рядом шуршит, то мой аппарат не понимает, я хочу слушать звуки на сцене или шуршание». Увидеть, как выглядят эти субтитры, можно только надев очки. Камера не может заснять текст. Однако, согласно описанию, текст всплывает рядом с говорящими актёрами. «Это удивительная технология. Можно увидеть театральную постановку с субтитрами в любое время. Во время представления титры всплывают прямо возле актёра. Это новая технология текст появляется с некоторой задержкой, но я уверена, что её усовершенствуют». В Национальном театре уже предусмотрена функция для глухих. Здесь установлен небольшой экран, на котором показывают субтитры. Однако обычное текстовое сопровождение обеспечивают для некоторых спектаклей и в основном утром. «В очках можно сидеть в любом месте зала, не обязательно садиться в определённую зону, откуда видно экран. Можно прийти с друзьями, родственниками, сидеть в любом месте зала и смотреть спектакль». Технологию пока тестируют. Однако театр планирует сделать все свои спектакли доступными для людей с проблемами слуха. В Великобритании зарегистрировано около 11 миллионов человек, у которых наблюдается полная или частичная потеря слуха. Из них 900 тысяч практически не слышат или полностью глухие. При этом население страны стареющее. По прогнозам, к 2035-му проблемы со слухом могут быть у каждого пятого британца. У этого самолёта особая миссия. Airbus A310 позволяет пассажирам ощутить гравитацию точно так же, как чувствуют её члены экипажа Международной космической станции. Невесомость продолжается более 20 секунд. «Самое завораживающее в невесомости – это то, что вы постоянно в состоянии полёта, не поднимаясь вверх или вниз. Вы можете сесть на потолок, вы можете легко передвигаться, без особых усилий перемещать тяжёлые грузы». Эту программу запустила компания «Новый Спас» совместно с Национальным центром космических исследований Франции. Исследователи изучают влияние микрогравитации на организм человека, растения и материю в надежде сделать возможной жизнь на Марсе. Журналисты, попавшие на борт, в восторге от такого путешествия. «Теперь моя жизнь разделена на до и после невесомости. Незабываемое ощущение – мое тело их запомнит». «Это немного напоминает американские горки. Впечатление, что сердце подпрыгивает, но более интенсивно. Забавно то, что лицо расплывалось в улыбке. Все начали друг другу улыбаться, все были в состоянии эйфории». Полёты проводят в Мериньяке на юго-западе Франции. Такое развлечение доступно для всех, но обойдётся в 6 тысяч евро. При этом часть вырученных средств пойдёт на финансирование научных исследований. «Каждый может ощутить себя в невесомости. Это просто невероятно. И в то же время пассажир будет частично участвовать в публичных научных исследованиях, финансируя их». Чтобы достичь невесомости, самолёт резко взлетает вверх, добиваясь угла полёта 50 градусов. При достижении определённой высоты он начинает свободно падать. Такие виды полётов всё чаще используются для исследований и подготовки оборудования для Международной космической станции. Астронавты НАСА Рэндольф Брезник и Марк Томас Ван Де Хей в четверг покинули борт МКС, чтобы выполнить ремонт оборудования снаружи. Выход в открытый космос начался в 5 часов по московскому времени. Астронавты заменили один из механизмов передвижной обслуживающей системы – Канада Арм-2. Этот робототехнический комплекс перемещает оборудование и материалы в пределах станции и помогает космонавтам работать в открытом космосе. Помимо ремонта Канада Арм-2, астронавты также выполнили некоторые другие работы и подготовили ротационный соединитель гибкого шланга для будущего использования. С поставленными задачами Брезник и Ван Де Хей справились за шесть с половиной часов. Для Рэндольфа Брезника это был третий выход в открытый космос, для его напарника – первый. В следующий раз оба астронавта покинут борт МКС 10 октября. А 18 числа в открытый космос вместе с Брезником выйдет Джозеф Акаба. В эти два дня астронавтам предстоит смазать новый механизм системы Канада Арм-2. Они также заменят камеры на левой стороне фермы станции и на правой стороне лаборатории Destiny, принадлежащей США. В состав экипажа долговременной экспедиции МКС-53 также входят два российских космонавта Сергей Рязанский и Александр Мисуркин и астронавт Европейского космического агентства Паула Несполи. Один из ресторанчиков быстрого питания в британском городе Йорк уже несколько недель буквально оккупирует покупатели. Их притягивает йоркширский пудинг, приготовленный по-новому. Здесь решили делать традиционное английское блюдо в виде ролла. Начинку из мяса и овощей заворачивают в тесто, приготовленное по особому рецепту. И вот, собственно, и всё. «Мы подумали, что многие любят йоркширский пудинг и жаркое из говядины. Вероятно, такое блюдо родители готовили им на протяжении многих лет. И почему бы не свернуть это в ролл?» Сказано – сделано. Фотографии обновлённого йоркширского пудинга выложили в социальную сеть. «Началось какое-то сумасшествие, если честно. Мы были недостаточно подготовлены к такому. У меня в почтовом ящике, кажется, почти полторы тысячи сообщений. Я просто не успеваю всё прочитать». В очередь за йоркширским пудингом выстраиваются и туристы. «Наверное, это просто символизирует Англию. Йоркширский пудинг очень известен, а тут его ещё и свернули в ролл. Это уже нечто другое. Поэтому мы должны были попробовать». Йоркширский пудинг – основная часть воскресного обеда в Великобритании. Эта традиция до сих пор сохраняется в Йоркшире. Такое блюдо делали в Англии на протяжении многих столетий. Изначально оно называлось «капающим пудингом». Его готовили одновременно с бараниной, чтобы стекающий с неё жир попадал в тесто. Подают пудинг с мясом, жареным картофелем и другими овощами. Также добавляют зелень и соус.